Приветствую, друзья! Меня через моего друга, мастера ТРИС, Виссариона Серебрякова, пригласили выступить с докладом. Это Российская ассоциация ТРИС. Ну, вы, конечно, помните, что ТРИС создан Альшулером. Я уже говорил это в своих роликах. Это величайший был человек. Да, это изобретатели. И вот у изобретателей есть такое понятие «достойная задача». Я, конечно, на своём выступлении, я там покажу метод-ключ, скажу, на чём это основано, о том, что это использование состояния нуля для разгрузки и для изобретений. Потому что человек, а то, чем мы занимаемся совместно все у нас на канале, созданием науки человечности, на самом деле это достойная задача в том смысле, что это профилактика, это защита от расчеловечивания, от рисков и угроз, деградации человека, от творца в исполнителя. Потому что каждый человек по природе творец. В нём вся эволюция, развитие человечности, человека. А человечность что это? Это любовь, это сопереживание, это совесть, это способность к созиданию, к изобретательству. Не нужно разделять человечность и изобретательство. Это по существу одно и то же. Даже мама, которая думает, где купить ребёнку ползунки, она в этот момент изобретает. В нашем сложном мире, в нашем сложном веке как раз такие угрозы появляются. Не знаю, фейки это или не фейки, но очень часто в интернете говорят о том, что происходят попытки расчеловечивания. То есть по существу преступления против человечности. Пытаются деградировать людей из творцов в исполнителей. Ну я не знаю, по крайней мере в любом случае, профилактика от этих всех рисков и угроз, это именно создание науки человечности и обучаемого на школе человека будущего. Именно это школа человечности. По методу ключ, как освоить состояние нуля. И Альшуллер об этом рассказывал своим ученикам, что это состояние, когда нет страха, нет шаблонов, стереотипов и нет подражания и зависимости от авторитетов. Это свободное мышление. И у меня были ученики, которые учились в своё время у Альшуллера. И когда они попробовали приёмы ключа, они говорят, о, вот же о чём нам рассказывал Альшуллер. Потому что в этом состоянии действительно освобождение происходит от всяких страхов, комплексов, стереотипов, зависимости, от подражательности. Ну именно в этот момент человек может создавать новое. Вот о чём идёт речь. Я так благодарен Виссариону Сибирякову, мастеру ТРИС, и благодарен Ассоциации Российской ТРИС, потому что дадут мне возможность выступить с докладом. Я и покажу приёмы, и расскажу, для чего это нужно, и чтобы каждый ТРИСовец там получил. Для повышения своей изобретательности. И каждый человек, чтобы мог получать и защиту, и эту способность повышать свой творческий потенциал. До встречи, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова